Здравствуйте! Представляем вашему вниманию краткую видеоинструкцию по возможности калибровки на нашем портативно-мазерном спектрометре ЛИС-1 с использованием эталонов с известным химическим составом. Так, вот рассмотрим пример. Мы берем образец стали 0.9 Г2С, измеряем на приборе в режиме серийной съемки, то есть 5 измерений автоматически усредняется, получаем значение по углероду, ну явно неадекватное. Ну и для примера у нас есть еще один образец стали 20, для того, чтобы вы понимали, как это все происходит. Вот на помощь этих образцов рассмотрим пример калибровки. Делаем измерения тоже серийной съемки образца стали 20, но тоже видим, что определяется как сталь 45, хотя мы знаем точно, что это сталь 20. Как исправить эту ситуацию? Мы заходим в настройки, шестеренка на главном экране. Дальше нам надо завести эталоны, то есть эталоны это образцы, для которых мы знаем точный состав. Их можно завести один раз и дальше использовать. То есть у эталонов нужно ввести название, мы используем в качестве эталонов ГСО образцы 2, в данном случае вот для черных стали это УГ-117 и УГ-119. Заводим эталон, пишем его название, 117 и в поле углерода, так как мы хотим только поправить зависимость к калибровку для углерода, вводим значение соответственно для этого эталона концентрации углерода из паспорта. Дальше берем, заводим второй эталон, 119 УГ, и для него значение углерода 0,55. Эталона завели, в следующий этап мы заходим в раздел калибровка, нажимаем плюсик, чтобы создать новую калибровку, вводим имя, в данном случае ничкой, выбираем какой элемент, мы будем углерод с помощью стрелочек и зеленого кругляшка, мы хотим откалибровать. После этого мы выбираем эталон наш, который только что завели, и соответственно выполняем его измерение. На экране вы видите написанный режим калибровки, выполнить измерение образца 119. Выполняем его измерение также в режиме серийной съемки, и получаем первую точку на калибровочной кривой. То есть, чтобы создать калибровку, нужно снять как минимум два эталона с разными концентрациями интересующего нас элемента. То есть, вот мы поэтому и выбрали УГ-117, где маленькое значение углерода 0,06, и УГ-119, где 0,55. Теперь выполняем измерение второго образца, соответственно, УГ-117, и получаем для него значение интростивности, и получаем, соответственно, новую калибровочную кривую, которая вот показана, построенная по двум точкам. Зелененьким цветом здесь выделены эталоны, которые вот у нас уже сняты, то есть, мы можем посмотреть, опять же, калибровочную кривую, нажав стрелочку вот вправо, и совершить калибровку. Вот так вот, буквально в течение минуты, имея два эталона, мы с вами сделали калибровку новую по углероду. Давайте посмотрим, что теперь стало у нас с показаниями углерода для тех двух образцов стали 20 и 0,9 Г2С, для которых мы получали некорректные значения по концентрации углерода. Измеряем сталь 20. Ну, видите, что значение стало корректным, то есть, в точности по марке, и теперь, опять же, измеряем 0,9 Г2С. То есть, в данном случае мы применили к нашей стандартной базовой настройке стали калибровку по углероду, которая изменила у нас зависимость и позволила нам точно измерять вот эти две.